Стремительно растет количество заболевших и в Германии. Уже второй регион в Баварии вводит локдаун. В приграничном с Австрией районе Ротолын с сегодняшнего дня закроют все школы и детские сады. Покидать дома жители могут только по уважительной причине. Сходить, например, к врачу или за покупками. Добавлю, за сутки вирус подтвердился у почти 11,5 тысяч человек. Но уже на этой неделе ФРГ ожидают резкого увеличения ковидных больных до 20 тысяч. Уже завтра в Германии пройдет встреча глав федеральных земель, где политики будут решать, нужен ли стране второй строгий карантин. К слову, половина опрошенных немцев поддерживают ужесточение ограничений. Я очень расстроена. Я подозреваю, что будут вводиться еще больше ограничений. Но я думаю, что это правильно. Ведь нам нужно найти способ жить как-нибудь с этой пандемией. Я считаю, что власти делают достаточно. Я надеюсь, что наше общество тоже делает достаточно. Для меня это значит следовать всем правилам. Дистанция, гигиена, маски. Если мы все будем придерживаться правил, я надеюсь, мы переживем зиму без особых проблем. В соседней Бельгии на сегодня самый высокий уровень распространения вируса в Европе. Если весной на пике эпидемии в стране максимальное суточное число новых случаев составляло около 2,5 тысяч человек, то сейчас этот показатель равен 13 тысячам заражений в день. В стране действует комендантский час. Граждане обязаны носить маски. В Брюсселе и в Волонии закрыты все кафе, бары, рестораны, а также культурные, развлекательные и спортивные объекты. С 29 октября в северном регионе Фландрия также ужесточают ограничительные меры. Предприятия переходят на удаленку. Вузы – на дистанционное обучение. Основные меры остаются прежними. Гигиена рук, социальная дистанция и ношение маски. Несмотря на уже принятые меры, показатели продолжают ухудшаться. Мы не просим вас буквально все время оставаться дома, но мы просим вас ограничить свои физические контакты до абсолютного минимума. Времена беспечного поведения давно позади. Теперь каждый должен вести себя ответственно. В противном случае мы движемся к новой полной изоляции. Продолжение следует...